так привет меня зовут женя и сегодня мы поговорим про шум в кино что-то такое для начала посмотрим ролик то есть слышим вертолет крики ну и продакшн намного лучше вот диалоги запись диалогов потому что тоже мешает шумы и всякие работа команды и все тому остальное музыка никому не хотел бы слушать во время той прекрасной песни как они шаркают носками а паркет из разные другие звуки такие как шумы про который будет сегодня разговор но почему записывают в студиях ну можно было бы поставить микрофоны везде записывать все эти звуки потом урезать шумы это как бы не чтобы не придумали все равно будет хуже звук чем студии еще очень мешали звуки камер они очень шумели это на в ранних стадиях киноиндустрии очень шумели что не не было слышно вообще ничего их эти камеры называли ореха дробилками то есть их за накрывали всем чем угодно и куртками людьми затем также на улице когда снимают одно дело в студии можно убрать все звуки улицы когда снимать на студии под мостом совсем другая акустика и это тоже плохо лучший вариант конечно это студия еще один момент что звуки запись звуков очень влияет на стоимость фильмов то есть что и малобюджетные фильмы выкручиваться такими специальными как специальными лайфхаками можно сказать когда нужно снять аварию но у вас нет денег например на то чтобы столкнуть две машины что можно что можно сделать записывают реакцию актера испуганное лицо затем добавляет на задний фон звук аварий которые есть свободном доступе и потом третий кадр как колесо котится с обрыва то есть мы получили аварию бюджетом в одно колесо теперь поговорим теперь поговорим про фаули что такое фаули фаули в начале 50-х был такой звукорежиссер он придумал такую вещь как запись звуков именно в студии полностью озвучивания раньше фильмы да были что записывали с площадок он решил подойти к этому просто по-другому и начал записывать все вот эти вот аварии в студиях но как ты в студии запишешь аварию машины взрыв бочки студии пришло бы менять все время и выход такой что брать разные предметы например для получения звуковарии можно просто пнуть ногой ящик с инструментами и мы получим звук аварии получить хлопанья работу крыльев птицы можно просто похлопать две перчатки друг об друга падение человека или другого живого существа с высоты можно просто бросить на пол вместо человека стопку бумаги переломы костей что очень любил стивен сигал звук костей поломанных можно использовать ломать макароны либо сельдерей пачку сельдерей ломается один в один удары удары все знают как их делают бьют мясо теперь более так это не помню что это это пример использования фоули в дешевом кино все ну большинство слышали про монти пайтон английское шоу если не ошибаюсь и у них было мало денег и не было денег чтобы заказать коней топ на них проскакать выход они нашли взял в две плывинки кокоса и просто стука и ими обратите внимание на человека сзади в руках не удар кокосы кто вы это я артур сын атора бендрагона из замка камелок король бритов победитель саксов повелитель всей англии а второй кто это мой верный слуга текси мы скачем по стране поисках рыцарей желающих присоединиться к моему двору в камелоке я должен поговорить с твоим хозяином что скачки на конях да вы же пользуетесь кокосами что у вас две пустые половинки кокоса и вы пьете ими друг от друга и что вот и вот с разными и исхищрениями артисты не артисты работники жанра звукозаписи в особенности фоли делают эти всякие звуки то есть это своего рода уже искусство но очень важный момент когда например мы хотим получить звук лечащей стрелы мы соединяем пять разных звуков например там раз взмах еще какой-то взмах это все комбинируется складывается вот звук стрелы классической состоит из пяти шести разных звуков разных предметов еще очень важный момент это сохранить золотую середину чтобы не перебрать со этими звуками чтобы как не было индийские фильмы когда они дерутся просто ну ты не видишь фильм ты его слышишь просто то есть удары очень ужасают так вот выглядит студия фоли что у нас тут есть у нас экран на которым играет фильм тут есть лазер играет фильм пол устелен разными предметами которые используются в мире это паркет плитка линолеум земля гравий грязь и остальные покрытия и и получается когда фолли вернее не фолли фолли артист озвучивает фильм он смотрит по кому пол идет актер и потом уже полу уходит и он основная основное время что занимая чем занимается артист фолли не артист фолли фолли артист это он ходит да он ходит у них огромная база разных туфлей то есть мужчина актер ходит и на каблуках разной высоты и в босоножках и босиком и ботинках ну во всех видах обуви чтобы создать именно тот звук который нужен это где 90 процентов его времени он ходит остальные здесь девять процентов он садится и стается стульев как они шкрябают по полу все этот звук записывается но зачем у вас может возникнуть вопрос зачем записывать как озвучивать каждого актера каждый ушах ведь можно сохранить какую-то базу какого-то шага по линолеуму в примерно одинаковый звук но когда будем накладывать эти звуки один шаг да то люди ходят с разной длиной ног у людей разная длина ног поэтому не шагать по разному все и поэтому будет накладка это будет некрасиво видимо уже экспериментировали у них ничего не получилось и решили записывать шаги вот так вот это выглядит то есть разные коробочки актер выбирает которому нужно с нужным покрытием и по ней уже ходит это пример как работает пример работы в студии фолли вот так вот примерно в восьмичасовой день у них и проходит это разнообразные стулья это склад разных вещей вы не поверите здесь порядок этим складом управляет только артист фолли потому что он знает какой звук ему нужен то есть он к нему приходит заказчик говорит так мне нужно звук как скрипит пластилин об стекло ну в принципе он берет пластилин и треток об стекло если звук плохой он придумает что-то другое когда мы смотрим фильмы мы любим себя обманывать все звучит не так как в жизни в фильмах и этот работник выбирает что-нибудь что по его мнению будет смахивать на звук пластилина по стеклу и это все записывается потом это все координируется со звукорежиссером если он дает зеленый свет вы его услышите в кино разнообразные вещи бижутерия которая возможно будет услышана фильме обязательно записывается тоже это уже звукорежиссер следит за работой слушает и дает тот же самый зеленый свет на звук который получается вот мы подобрались к бену бёрту бен бёрт он усложнил всю эту индустрию звукозаписи ведь до него были фантастические фильмы да там про космос я не помню названий и там летательные аппараты летали у них был звук как бы синтезаторов то есть до него звукорежиссеры и думали а ну синтезатором там подкрутим и будет нормальный звук ok он подошел к совсем по-другому ему не хватало синтезаторов и он решил как записывать реально космические звуки он первый кто задумался над этим как записать реально космический звук который его нет на земле но и записать космос то тоже не получится поэтому он комбинировал разнообразные звучания и соединял это и делал свои шедевры на левой картинке мы видим процесс поиска донора голоса для чубаки это медведь вроде справа мы видим как бёрт бьет разводным ключом по железной струне который держит какую-то опору так он получил звук тот самый известный звук бластера пиу-пиу-пиу остальные звуки которые разговоры расы джава актеры подражали зулской речи потом их голоса ускоряли и мы получили такой смешной голосок голос чубаки был собран из звуков издаваемые кошками медведями моржами барсуками верблюдами это все вместе в одном звуке и самое интересное что сейчас можно найти на ю тубе кучу видео когда открывают тумбочку она один в один как чубака то есть было бы та тумбочка уберта все было бы намного быстрее r2d2 комбинации собственных писков с электронными звуками от клавишного синтезатора он сам пищал б потом все обработал но как вы помните r2d2 мы не понимаем что он говорит и никто никогда не переводил и все непонятно можно только догадаться по интонации его писков и вот интонация писка вот это было очень важно как передать зрителю язык робота то есть вот поэтому он писал звезда смерти все помнят тот зеленый луч который уничтожает земли планеты комбинация комбинации звука из бластера потом рев запускаемой ракеты и звук катушки тесла то есть у нас получается звезда смерти это большая большой бластер big и самый известный его звук пожалуй это звук лазерного меча он интересен чем вот вы послушайте ассоциации есть у кого-то какие-то если кто-то знает его тихонько все раз это звук поломанного штекера его телевизора наложенный на звука кинопроектора то есть два звука объединили и мы получили этот шедевральный звук лазерного меча и вот bird заставил попотеть всех его конкурентов потому что он создавал реально космические звуки из земных звуков и я не помню точный год извините он получил специальную награду киноакадемии оскар оскар за особый вклад в развитие киноиндустрии просто да еще не было за звукорежиссуру вот так вот выглядит фильм то есть пиу 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 это все он бил по проводу спасибо за внимание шумите на здоровье да эти штуки что длинные микрофоны которые иногда залазят в кадр они записывают именно речь то есть их чаще всего используют когда во время съемки на киностудиях закрытых помещениях чтобы не было минимально хоть какого-то влияния извне их еще одевают такие мохнатые чехлы это для того чтобы уменьшить влияние ветра дыхание актеров когда они выдыхают воздух чтобы этого не было слышно этими приборами записывать чисто звук голос голос а вот звуки вот потусторонние звуки шум топания уже записывали на фоули она при этих площадках не используют ну используют конечно ну они чисто для голоса такие звуки они никогда не устроят звукорежиссера если он знает что можно записать в студии и получить хороший звук намного лучше если звукорежиссер все так ляп готов да можно и с телефона записать звук ну я знаю что в клубной музыке используется она раз-два там пустая программа и она обрастает ну есть какие-то сэмплы и уже изменяя их объединяя есть база звуков то есть с нуля создавать звук я даже не знаю как то есть можно из голоса автотюном изменить голос сделать очень классным его то есть но все равно нужен звук чтобы его изменить компьютер сможет ли он создать звук я затрудняюсь ответить ну я думаю что да это возможно но это очень сложно и зачем если есть интернет и любой звук можно найти да а вы не знаете как деливается такой идеальность синхронизации волоса и актера и движения его то есть звук на то есть во время дубляжа например русский дубляж или украинский то есть волос же потом записывают снова в студии ну а этот актер да вот как он так получается что у него синхронно прям до 2 секунд какие то может трюки есть да это работа звукорежиссера он зарабатывает на этом то есть они записывают у него есть он смотрит в экран ну как мы видели студии фолли экран микрофон текст он смотрит свой фильм и читает текст вот затем можно подтянуть под напильничком где-то подточить то есть все вставить как нужно это же как дубляж на наш язык тоже попадает в губы актеры хорошие студии по дубляжу набирают актеров которые именно готовы страдать повторять ну вот например запись шума для 10 минут фильма то есть все шаги все звуки нью-йоркской такси то есть крики чаек на берегу 10 минут фильма занимает около недели работы в этой студии то есть 40 часов ради 10 минут да к предыдущему вопросу если звук запаздывает после события до 40 микросекунд то наш мозг его сам смещает вовремя это кстати открыли во время монтирования передач где-то в 40-х годах то есть если звук опережает события которые происходят на крайне там буквально 2-3 микросекунды и мы сразу же замечаем что со звуком что-то не то но если звук запаздывает после события то наш мозг сразу его склеивать там до 40 микросекунд приблизительно и синхронизирует поэтому то есть ну идеальной точности не надо можно приблизительно чуть позже а дальше наше встроенное оборудование делать все самостоятельно спасибо есть ли какая-то система звуков которая используется в кино, в видео которые вызывают например есть фильмы психологические триллеры какие-то звук идет, ты его почти не слышишь но он вызывает пашмоту или что-то такое есть ли какие-то какие-то тонкие какие-то был миф про ноту G нота G еще использовал Дима Билан нота G миф заключался в чем человек слыша эту ноту у него происходит преждевременное облегчение веса регургитация регургитация, да кишечное содержимое то есть услышав этот звук мифы были что американские военные в 50-х годах использовали этот звук в своих секретных лабораториях ставили эксперименты над своими же солдатами но передача разрушителей мифов решили проверить этот эксперимент они обставили огромными колонками своего сотрудника, я не помню, Джейми надели на него памперс он не хотел надевать памперс на голое тело он его на что не надел это шоу ради картинки и ничего то есть звуки есть которые слышат поколение младше слышит звуки определенной частоты вот у нас диапазон слуха звука который мы слышим от 20-40 тысяч 20 до 44-х 40 тысяч 18 кГц где поздно слышен звук разум от 50 до 18 тысяч у меня на 20 тысяч ну неважно то есть это такая разница размыта что и дети слышат определенную частоту звука а взрослые уже не слышат какой-то писк тоненький-тоненький писк и чем человек становится старше у него барабанные перепонки уже не такие эластичные они не готовы улавливать этот звук эти колебания очень маленькие поэтому да и такое возможно но в принципе это миф такого это идет больше на психологию когда все эти страшные звуки они связаны с тем что в прошлом мы были как бы жили среди диких животных и рык животного какой-то скрип когтей нас пугал сейчас мы этого уже не боимся но на подсознании у нас есть доисторический память предков что этот звук нужно бояться низкие частоты низкие частоты да да еще раз если мы видим в какой-то сцене в какой-то бюджетной улице приезжают машины и говорят люди и при этом мы всегда совместно делаем так чтобы каждый диалог авторитетным або в самом деле что они просто в улицу и нам показывают честь может быть какие-то ситуации где заходы в улице может так например все мы бачили онлайн включение журналистов мы получаем тот звук который приходит из улицы и разом с голосом но микрофоны у них висят у журналистов они сами кажут микрофоны и их голос чутно у поревняння с звуком в улице если для фильма нужен звук в улице а артист фоулі виходит на улицу с микрофоном с компьютером и записывает его то есть если например режиссер хочет Нью-Йоркскую в улицу но не хочет чтобы там ездили такси нью-йоркский или сигнал ему это заважает или какой-то сюжет завязан на этом то записывают на улице где нет машин или записывают разные звуки из которых складывается шум в улице и все все слепляют кроме машин то есть можно выходить записывать артхаусные фильмы так может и пишут ну звукорежиссуру там погано я вид по випам все кажется все все студии когда начинают работать они записывают звук они его потом не выбрасывают они сохраняют для повторного использования дешевые мыльные оперы ну и так вообще сериалы используют эту базу звука для каждого блокбастера как наподобие блокбастерку подскажите аватар люди там всегда записывать все с нуля абсолютно потому что у них есть бабло на это а в мыльных операх во-первых это деньги очень экономятся потому что эти базы открыты есть можно взять в открытом доступе возможно есть с Голливуда с каких-то студий звук ты можешь его получить свободно либо у тебя у твоей киностудии уже есть база там где уже записаны все звуки и вот очень интересный момент звук вертолетов в Америке отличается от звуков вертолетов наших хоть ну если даже один и тот же вертолет будет лететь звуки будут разные ну вентиляторы вентилятора не важно почему так потому что американские фильмы они используют один звук пропеллер вертолета наши же для каждого вертолета записывают по новой то есть у них есть самый известный вертолет они с него звук клепают и люди ходят в кинотеатр и нормально все то есть этого никто не замечает этого ну никто не смотрит на никто не слушает звук вертолета и не сравнивает его с реальным если ты только сам не летал на этом вертолете и понимаешь что звук не тот все все вроде да да это бретуширует ну они записываются в студиях и там все идеально все подгоняется частоты все выравниваются то есть звукорежиссеры свою копейку под подрабатывают на ура то есть и реально звук очень важный в фильмах если убрать звук из кино то это будет чуть-чуть не то мы поймем все в хорошем фильме в плохом фильме мы не поймем не поймем ничего то есть так актеров не подбирают по голосу например порноиндустрия их озвучивают не порноактрисы свои голоса разговоры и остальное сидят женщины которые есть на ютубе ролик когда женщина лет пятидесяти озвучивает молодую актрису со всеми вытекающими звуками то есть да и это и охи и вздохи то есть не всегда например пример из советского кино когда актрис которые снимались в кино озвучили совсем другие люди люди у которых красивый голос и пение то есть актриса которая снимается она не могла например красиво петь вместо нее поет другая с красивым голосом певицу нанимают и она спела за актрису сцену песни то есть это играются и такое то есть можно комбинировать я думаю что у нас все сейчас сейчас что ты да 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 все спасибо 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 спасибо